У известного любителя следить за частной жизнью людей сервису Google появились конкуренты. Университете Южной Калифорнии разрабатывают систему, которая позволит пользователям интернета следить за жителями мира в режиме реального времени. На первый взгляд все вылезет как будто на любой другой многомерной карте, однако стоит приблизить изображение и вы увидите, что происходит на соседней улице в прямом эфире, если можно так выразиться. Проект получил название «Геоиммерсия» от латинского слова «погружение». Он позволяет объединить многомерную карту города с данными камер видеонаблюдения, которые накладываются на эту карту и оживают. Стоит только пользователю приблизить изображение. Обеспокоенные пользователи в комментариях к новости уже грозят создателям геоммерсии исками за вторжение в личную жизнь. Напомню, похожие проблемы уже возникали у компании Google. Изображения, полученные проектом Google Street View, вызвали, конечно, протест. Среди них, например, была фотография голого человека, который вылезает из багажника своей машины, или попался с ним мужчина, который идет по улицам Парижа с надувной куклой в руках. Хотя лично я, например, этого преступления не вижу никакого. Подумаешь, идет и идет. Так или иначе, тысячи людей по всему миру потребовали у Google удалить их фотографии с сайта, а некоторые из них обратились в суд с требованием компенсировать моральный ущерб. Ну а сами создатели гео-иммерсии говорят, что делали сервис исключительно с благими намерениями, чтобы отслеживать движение общественного транспорта и загруженность дорог. Например, пока что проект охватывает только Лос-Анджелес, но разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. И, разумеется, на самом деле мы только в начале находимся погружением в эту очень серьезную проблему, о том, как быть с правом человека на его частную жизнь, когда чем дальше, тем больше мы сами заинтересованы в том, чтобы лупа, под которой мы находимся, была все больше и больше, чтобы мы сами могли больше увидеть на этой самой карте карты Google или Яндекса. Первую тему, которую мы обсуждали, как вдруг все камеры слежения на улицах исчезли из следствия. Например, привести только один пример. Но так или иначе информация про нас, она становится доступной, все более доступной, все более общедоступной. И что нам со всем этим делать, пока не очень понятно.